Мы то, что мы едим, поэтому от качества питания зависит активность и здоровье каждого из нас. Какие продукты должны быть на столе каждый день, говорим сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Ольга Горденкова, врач-диетолог. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга Игоревна, каким должен быть рацион питания здорового человека? Тут дело в том, что все питательные вещества, которые необходимы нашему организму для нормального функционирования, мы получаем с едой. Поэтому от того, что мы едим, от свойств еды, от ее состава, зависит наше самочувствие, зависит наша работоспособность, наше здоровье, наше эмоциональное состояние. Поэтому не зря вы сказали, что ты есть то, что ты ешь. И питаясь правильно и составляя свой рацион по определенным правилам, так скажем, по определенным критериям, мы делаем огромный вклад в наше состояние здоровья. И правильное питание — это не какая-то строгая диета, как многие думают. Это не ограничение себя во вкусностях, в чем-то еще. Это правильное питание — это образ жизни, это осознанный подход к своему здоровью. И я бы сказала, что правильное здоровое питание основывается на трех главных принципах. И первый принцип — это разнообразное питание. То есть каждый человек должен ежедневно есть зерновые, есть крупы, есть мясо, овощи, фрукты. То есть полноценный сбалансированный рацион. Потому что каждый продукт содержит разные витамины и разные минералы. И все они необходимы нам для нормальной жизнедеятельности. Второй принцип — это режим питания. То есть весь объем пищи, который мы употребляем в течение дня, он должен быть разделен на три основных приема пищи. Это завтрак, обед, ужин. И на один-два перекуса. Кому как удобно. Это второй завтрак и полдник. Конечно, есть случаи, когда врачи рекомендуют пациентам есть 6-7 раз в день. Но это больше исключение. Это уже решает врач-диетолог. И все это обговаривается индивидуально с пациентом, учитывая его сопутствующую патологию. Ну и, конечно, третий принцип — это большая часть еды, которую мы едим, должна все-таки быть натуральной. И наша задача всячески, всеми способами пытаться избежать искусственных добавок, красителей, ароматизаторов, подсластителей и так далее. В принципе, соблюдая три этих простых правила, ваш рацион уже можно будет назвать здоровым и правильным. Вот принцип натуральности питания. Где же взять натуральные продукты? Это те, которые, например, вырастили в деревне? То же самое молоко, яйца. Либо эти натуральные продукты мы должны и, в принципе, можем купить в соседнем магазине, но правильно их приготовим? Да, разумеется, мы можем купить их в магазине. Мы можем купить ту же индейку, яйца, фрукты и овощи и пожарить их не на масле, на сковороде, во фритюре, так скажем, а приготовить их на пару. И это уже будут два совсем разных продукта. Сбалансированное питание включает в себя потребление белков, жиров и углеводов. Каким должно быть их соотношение для того, чтобы питание было правильным? Всемирная организация здравоохранения вообще придерживается такого соотношения, как один к одному и к четырем. То есть одна доля белков, одна доля жиров и четыре доли углеводов. Но сейчас, в течение времени, диетологи замечают такую тенденцию, что белка в рационе большинства людей все-таки не хватает. Поэтому это соотношение немножко сдвигается, и доля белка сейчас старается быть больше все-таки. Это 1,2 к одному и к 4,6. Но, естественно, не всегда удобно соблюдать и считать, сколько процентов белка у нас сейчас в тарелке. Поэтому я лично рекомендую своим пациентам пользоваться таким простым правилом, правило здоровой тарелки. Где половина любой тарелки должна состоять из овощей. Из овощей и можно немного фруктов, ягоды добавить туда. Четверть тарелки должна состоять из белковой пищи. То есть это мясные блюда, блюда из птицы, бобовые, рыба обязательно. И четверть продуктов должна состоять из сложных углеводов. То есть это такое наглядное очень правило, и вполне простое, и по нему очень легко питаться правильно и здорово. Есть, конечно, и другие системы. Я сейчас попытаюсь перевести на язык такой всеобщего понимания, наверное. Если мы разделили тарелку, половину тарелки это будет салат. Четверть тарелки это какой-то мясной или рыбный продукт. И еще одна четверть тарелки это сложный углевод. Это гарнир. Гарнир. Это гарнир, да. Что лучше взять на гарнир в правильном питании? На гарнир обычно мы рекомендуем крупы, или это может быть кусочек цельнозернового хлеба. Крупы стараемся рекомендовать те, которые усваиваются сложнее. То есть белый рис можно заменить на рис бурый. И это два совершенно разных риса. Пшено мы можем заменить на кинуа. И тоже пользы от этого будет больше. И, соответственно, на лишнем весе это никак не отразится. То есть отразится, но в положительную сторону, так скажем. Ну и, конечно, употреблять рекомендуем цельнозерновые продукты. То есть не батон из муки пшеничной высшего сорта, а цельнозерновые продукты, которые... Дело в том, что оболочка зерна содержит в себе очень много клетчатки, очень много витаминов и минералов. И поэтому, когда муку обрабатывают, эту оболочку удаляют. Поэтому наша задача использовать такие продукты, где эта оболочка сохранена. То есть это продукты цельнозерновые. Это мука грубого помола, цельнозерновая мука. Хлеб со трубями тот же самый. По поводу соотношений еще есть... Это вот такая классическая система питания. На ней, в принципе, можно добиться любых результатов. Можно поправиться, набрать мышечную массу, кому это необходимо. Можно сбросить вес, можно сохранить вес. И есть такие альтернативные, назовем их так, системы питания. Например, вот очень модные сейчас высокобелковые диеты, в которых придерживаются люди, занимающиеся в спортзале и старающиеся нарастить мышечную массу. Такие диеты, конечно, диетологи не приветствуют, потому что это огромная белковая нагрузка на организм. На долю белка приходится до 60% всей еды. Поэтому, естественно, мы не знаем, как отреагирует организм на такую нагрузку, как отреагируют почки. Поэтому диетологи такие диеты не рекомендуют. Что содержит белок? Давайте поясним. Белок – это в основном продукты животного происхождения. Это мясо, это рыба, это морепродукты, это птица, суп-продукты. Белок содержит бобовые, грибы, орехи. Ну, в принципе, наверное, эти продукты обязательно должны присутствовать в рационе. И не забываем про правила здоровой тарелки, что четверть каждой тарелки должна приходиться на белковую еду всё-таки. Мне кажется, следует пояснить телезрителям, что белок – это как раз-таки тот строительный материал, из которого мы, собственно, состоим. Конечно. Белок обеспечивает и нормальное функционирование нашей иммунной системы, и нормальный рост и развитие детей, нормальное функционирование всех органов и систем. Поэтому это тот продукт, которым нельзя пренебрегать ни в коем случае. Да, жиры нам для чего нужны? Дело в том, что нет такого нутриента, который нужен больше, а который нужен меньше. Тут всё должно быть очень сбалансировано, и жиры также принимают огромное участие в обмене веществ. И жиры – это не только какое-то там жирное мясо, да, сливочное масло. Жиры могут быть правильными. Это в первую очередь полиненасыщенные жирные кислоты, такие масла, как оливковое, кунжутное, льняное. Они тоже обязательно должны присутствовать в рационе. И их польза, так скажем, для организма очень велика. И всё-таки половину тарелки у нас должны занимать фрукты и овощи. Для чего они нам необходимы? Что они нам дают? Фрукты и овощи содержат огромное количество необходимых нашему организму витаминов и минералов. Каждый разный фрукт и овощи содержит разные витамины. Поэтому тут важно, чтобы в вашем рационе присутствовали разнообразные овощи. Помимо витаминов и минералов, овощи содержат огромное количество антиоксидантов, которые защищают каждую нашу клеточку от перекисного окисления, которые предотвращают и замедляют процессы старения. Овощи содержат огромное количество фитонцидов. То есть не зря говорят, ешь лук и чеснок, чтобы не болеть. Почему? Потому что в луке, в чесноке и в цитрусовых тоже содержится огромное количество тех самых фитонцидов, которые подавляют рост болезнетворных организмов, которые обладают, так скажем, антибактериальным действием. Конечно, не могу не сказать про содержание клетчатки в овощах и фруктах, которое необходимо для нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта. Не могу не сказать, что овощи и фрукты — это низкокалорийные продукты, потребление которых снижает риск развития таких неприятных состояний и заболеваний, как инсулинорезистентность, как сахарный диабет, атеросклероз и, конечно, ожирение. В каком лучшем виде употреблять овощи и фрукты? И у свежих овощей, и у овощей, подвергшихся термической обработке, есть свои плюсы и минусы, есть свои недостатки и преимущества. Свежие овощи, конечно, содержат больше витаминов, содержат больше клетчатки, у них ниже гликемический индекс, то есть способность повышать сахар, повышать глюкозу в крови. Но дело в том, что свежие овощи сложнее усвоить и сложнее переварить организму. А когда овощ подвергается термической обработке, кожура его размягчается, клеточная структура у него тоже изменяется, и изменяется таким образом, что организму легче вытянуть, так скажем, из него все полезные вещества, которые ему нужны. Но в то же время, если термическая обработка, то теряется витамин С, разрушается, еще ряд витаминов они разрушаются. Вот если говорить о термически обработанных овощах, то наиболее предпочтительным является как раз приготовление овощей на пару. Вот этот способ приготовления позволяет максимально сохранить витамины и минералы в овоще. Потому что если мы кладем овощ в кипящую воду, готовим его способом варкой, то часть витаминов и минералов, и очень большая часть, она вымывается водой в бульон. И если этот бульон мы не используем как основу супа или основу соуса, то, конечно, очень обидно и очень неправильно выливать такой ценный продукт в раковину. Наиболее неподходящим способом приготовления, так скажем, является обжарка. Потому что из низкокалорийного, из полезного продукта мы получаем высококалорийный, жирный и вредный продукт. Этого способа, конечно, нам стоит избегать. Как альтернатива, вот сейчас в зимнее время года можно использовать свежезамороженные овощи. В пакетах многие их почему-то боятся, пугаются, не покупают. Но считается, что они искусственные, выращенные на удобрениях, и поэтому польза от них сомнительна. Нет, на самом деле польза есть, и польза есть очень большая, потому что эти овощи подвергаются шоковой заморозке. Такая-то очень современная новая технология, она позволяет тоже сохранить максимум полезных веществ. И лучше съесть свежезамороженный такой овощ, чем овощ лежалый, овощ мягкий, да, когда вот сейчас не сезон, например. Такие овощи тоже можно и нужно покупать. А если вот отвечая на вопрос, какие лучше свежие овощи или овощи в обработанном виде, подвергшись термической обработке, то тут, наверное, лучший овощ тот, который вы съели. Потому что если вы употребляете достаточное количество овощей ежедневно, то вам не нужно задумываться о способе его приготовления. Тут важен баланс. Причем некоторые витамины, наоборот, приумножаются в процессе термической обработки. Вот, например, если морковь и шпинат подвергнут термической обработке, то содержание бета-каротина в них увеличится в три раза. И если еще учесть то, что морковь приготовленная усваивается раз в пять лучше, чем морковь сырая, то, конечно, пользы будет больше от моркови обработанной. Особенно для людей, которые страдают проблемами органов желудочно-кишечного тракта, которым сложно усвоить сырой овощ. Я еще знаю, если морковь заправить каким-нибудь там сметаной, добавить в морковь небольшое количество жира, то усваиваются витамины и полезные вещества будут еще лучше. Но тут дело в том, что жирорастворимые витамины всегда усваиваются лучше в присутствии жиров. Поэтому здесь вы правы. Как можно оценить проблему лишнего веса и ожирения? Сейчас эти состояния, наверное, как врач-специалист, вы часто с такими сталкиваетесь. Дело в том, что в мире вообще нет такого заболевания, которое встречается чаще, чем ожирение. И Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение как глобальную эпидемию, которая охватывает миллионы людей. И на сегодняшний день более миллиарда людей страдает проблемой избыточного веса. И очень грустно, что с каждым днем увеличивается процент детей и подростков, у которых наблюдается такая проблема. И тучные люди, конечно, подвержены большей заболеваемости, чем люди с нормальным весом. Уже давно доказана взаимосвязь между ожирением и такими заболеваниями, как сахарный диабет, как артериальная гипертензия, нарушение репродуктивной функции, нарушение работы органов желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Очень часто страдают суставы у людей с ожирением. А из-за чего? Из-за того, что на них весовая нагрузка большая? Конечно. Это огромная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. И, конечно, тут нужен такой очень комплексный подход. Нужно проводить санпросвет работы, нужно разговаривать с людьми, нужно доносить людям пользу правильного питания. И они должны, конечно, осознанно подходить к своему здоровью, увеличивать физическую активность и менять свой рацион. Мы сейчас говорим о быстрых и медленных углеводах, правильно? Какие углеводы могут быть медленными, а какие быстрыми? Вот картошка, пюре – это тоже овощи, но это, я как подозреваю, не очень хороший гарнир. Дело в том, что когда мы говорим о том, что половина тарелки должна состоять из овощей, мы тут имеем в виду овощи немножко другие. Картофель относится к крахмалистым овощам. И, конечно, пользы от него мало. Если мы говорим об достаточном употреблении овощей, то мы имеем в виду овощи не крахмалистые. Это болгарский перец, помидор, огурец, брокколи, цветная капуста, тыква, кабачок. Есть ли какая-то альтернатива фастфуду и быстрым углеводам? В принципе, проблема детского ожирения, ожирения людей в подростковом возрасте из-за того, что они увлекаются всевозможными бургерами, перекусами. И все это неправильно сразу не сказывается на их лишнем весе. Ну, конечно, мы можем приготовить те же блюда, которые мы привыкли есть в заведениях фастфуда и в домашних условиях. То есть это может быть тот же бургер, та же шаурма, хот-дог. Но эти блюда могут быть приготовлены дома и приготовлены из более качественных продуктов. Конечно, на это нужно будет потратить и больше средств, и больше сил, времени. Но готовя такие продукты дома, вы делаете большой вклад в свое здоровье и в свое качество жизни. Мы можем заменить булочку, которая продается в фастфудах, которая на разрыхлителях, цельнозерновой булочкой. Вместо котлеты мы можем взять нежирное мясо, соусы. Мы можем заменить жирные майонезные соусы, мы можем заменить на горчицу и на нежирный йогурт, на нежирную сметану. Можем приправить это все специями. Если добавить к такому блюду свежие овощи, если добавить зелень, пошинковать капусту, то это будет вполне полноценный прием пищи. То же самое со сладостями. То есть мы можем заменить конфету в растительной глазури на фруктовую пастилу, на орехи, на сухофрукты. Лимонад мы можем тоже приготовить в домашних условиях из фруктового пюре, добавив туда апельсин, лимон, мяту. Просто тут нужно делать к правильному питанию, нужно приходить постепенно, чтобы это не было мукой, а постепенно и осознанно, чтобы вы понимали, какой вклад вы делаете в свое здоровье. И чтобы вы готовили дома эту шаурму с любовью, а не с мыслью, что вот я сейчас трачу время, можно было бы сходить и купить за 100 рублей бургер. Ольга, считается, что правильное питание – это абсолютно невкусное питание? Это совершенно неправильно. Я совершенно с этим не согласна. Дело в том, что мы привыкли есть еду правильную, есть еду удобную, быструю. И это гораздо проще сходить куда-то, купить. И зачастую мы не знаем о том, что существуют полезные альтернативы, которые тоже вкусные и которые, в свою очередь, дают организму пользу и здоровью пользу. Считается, что современные продукты, в связи с тем, что их выращивают в определенных условиях, используют при выращивании удобрения, они теряют свою питательную ценность. В них меньше витамина. Если, например, это бобовые, то и в них, соответственно, меньше белка. Многие предлагают принимать биологически активные добавки для того, чтобы восполнить этот дефицит, либо витамины, которые мы покупаем в таблетках в аптеке. Как вы относитесь к этому? И стоит ли это потреблять? Или на самом деле все-таки полезные и правильные вещества нужно искать на своей тарелке и заботиться о том, чтобы они там были? Вообще, конечно, витамины необходимы нашему организму. И самый идеальный способ поступления витаминов – это поступление их с натуральными продуктами, то есть поступление витаминов с едой. Если у человека полноценный сбалансированный рацион, если у человека нет проблем с усвоением этих витаминов, то есть нет проблем с функционированием органов желудочно-кишечного тракта, особенно с функционированием поджелудочной железы, кишечника, тогда, конечно, дополнительные витаминно-минеральные комплексы не имеют смысла принимать. Витаминно-минеральные комплексы показаны в тех случаях, когда витамины усваиваются хуже. Это наблюдается иногда в преклонном возрасте, наблюдается, когда есть нарушение желудочно-кишечного тракта. У людей, кстати, страдающих курением и злоупотребляющих алкоголем тоже показаны приемы дополнительных витаминов, потому что у таких людей повышенные потребности и повышен расход этих витаминов, особенно витаминов группы В, фолиевой кислоты, витамина А тоже. Если человек употребляет фастфуд, употребляет полуфабрикат и питается полуфабрикатами, конечно, в таких случаях будет не лишним. Суплементативная поддержка и прием таблетированных форм. Но если нет проблем с органами желудочно-кишечного тракта и если ваша тарелка соответствует правилам здоровой тарелки, тогда прием таких комплексов будет лишним. Мне кажется, как врач-диетолог, вы должны еще несколько слов сказать в поддержку продуктов молочных и кисломолочных. Они нам тоже необходимы для того, чтобы что произошло с нами. Обязательно скажу про кисломолочные продукты. Кисломолочные продукты являются отличным источником белка, где белок присутствует в легкоусвояемой форме. Кисломолочные продукты являются отличным источником витамина А, витамина Д, кальция. Ну и, конечно, за счет содержания полезных микроорганизмов такие продукты благоприятно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, на кишечник преимущественно. Поэтому такие продукты употреблять можно, употреблять нужно. Это все для здоровья и во благо. И еще хотел уточнить, какой объем еды должен быть? Потому что кто-то мне из врачей или из людей, которые занимаются околоврачебной практикой, говорили, что еды должно быть столько, сколько может у тебя уместиться на ладони. Вот эта формула с точки зрения современной медицины доказательная. Она у нас на сколько имеет место быть? Понимаете, еда бывает разная. Если мы возьмем овощи на ладонь, то мы совершенно этим не наедимся, потому что это низкокалорийный продукт. Конечно, если мы положим котлету, которая будет соответствовать размеру ладони, это будет совершенно другое. Я не стараюсь придерживаться таких формул. Тут нужно больше смотреть на калорийность рациона и должен быть баланс между вашей калорийностью вашего рациона и вашими тратами, вашей физической активностью. Потому что сейчас это большая проблема. Мы перешли на такой больше сидячий городской образ жизни. Мы пользуемся лифтами, эскалаторами, активно пользуемся транспортом. Полы у нас моет робот-пылесос, стирает стиральная машина. Поэтому физическая активность очень снижена. И у нас наблюдается такой дисбаланс, что мы калорий потребляем столько же, сколько потребляли наши прапрабабушки, а двигаемся мы меньше. И из-за этого, конечно, очень остро встает проблема ожирения и увеличивается число людей, страдающих лишним весом. И поэтому правильно включать в свой рацион овощи и фрукты? Обязательно, так как это низкокалорийные продукты. Богаты полезными веществами, микроэлементами и витаминами. Ольга, спасибо большое. А я напоминаю нашим телезрителям, что это была программа «Качество жизни». И сегодня мы говорили о правильном питании, в котором должны быть обязательно овощи и фрукты. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин